приветствую всех любителей фк джорни на связи нибиру и в этом видео мы рассмотрим психлопа одного из боссов царства снов видео я разделю на две части в первой части мы ознакомимся с механикой босса а во второй части я приведу свой терлист по ролям кто по моему мнению лучше подходит в пачку против этого босса что ж поехали я уже записал бой для вас мы его сейчас посмотрим чтобы поподробнее ознакомиться с механиками босса вообще что надо о нем знать как по мне у этого босса есть два противных умения мы их сейчас увидим одно из них я могу уже сказать заранее это луч который наносит офигенный урон и второе мы вот сейчас видим обратите внимание босс призывает миньонов причем он иногда призывает одних миньонов иногда других и что тут надо знать что когда он призывает миньонов то он получает очень большое резис то есть очень большое сопротивление к урону в одном случае к физическому в другом случае к магическому из чего можно сделать уже вывод что на этом боссе персонажи кто наносит чистый урон будут в топе как dd что ж смотрим дальше значит вот он призвал миньонов мы убиваем миньонов и продолжаем атаковать босса сейчас мы увидим луч вот он прошел луч с огромным уроном и давайте я сейчас поставлю на паузу как видно здесь лучше играть ручками я играю на авто почему ручками потому что если вы ставите хиллера то хилл надо прожимать после луча если хилл у вас идет ченнелинг как например у смоки тогда можно прожимать и до луча но вот например хьюин рован им надо прожимать хилл именно после луча или чуть до него этот момент очень важно надо посмотреть как у вас вообще герой переживают луч потому что вот видите мои все пережили но у них очень мало хиллов и вот в этот момент нужно лечение смотрим дальше опять призвал миньонов убили миньонов и идем вперед опять луч ну вот в таком ритме ребят идет битва с боссом то есть луч миньона миньоны луч луч миньоны ну и сейчас уже мы видим что бой заканчивается и последним лучом очень всех добьет до я нанес как вы видели 850 к урона занял 74 ранг но конечно все зависит от вашей прокачки что же еще раз давайте для повторения два пункта на которых стоит обратить внимание это огромный урон от луча и вы должны его переживать вам надо его как-то отхиливать это обязательно и второй пункт вы должны быстро убивать миньонов чтобы продолжить атаку по боссу и так давайте перейдем к терлисту прежде всего ребят учитывайте всегда то что есть у вас если у вас персонаж из тира а прокачан хорошо берите лучше его нежели какого-то персонажа из тира с но который прокачан плохо вообще как должна выглядеть пачка на этого босса 1 dd в соло цель 1 dd аое массовый чтобы убивать самонов а остальное уже смотрите по возможности кто у вас есть потому что понятное дело не у всех все топовые персонажи на этого босса имеются давайте приведу пример берете например смоуки тимона и пумбу да он один может закрыть до трех ролей то есть он на этом боссе и выступает в качестве хиллера и в качестве баффера и если он у вас долго живет даже в качестве танка танк это кто это тот кто долго живет если вы берете того же крюгера он у вас как дебаффер идет главный но он также живет переживает луч босса то он у вас одновременно является и танком то есть он закрывает две роли и вот как раз на второе место вы ставите другого дэмэдж дилера то есть другого атакера я думаю с этим понятно и желательно конечно чтобы вы использовали хотя бы одного персонажа который совмещает себе как минимум две роли чтобы освободилось место для второго dd просто как я сказал нужен один дд в соло цель который будет бить по боссу и 1 dd в ауе то есть с массовым уроном чтобы быстро убивать самонов относительно dd с массовым уроном кэссиди и сессия смотрите кто у вас больше прокачан кэссиди конечно или кассидия как в русском до переводе она классно зайдет в пачку к магам потому что она понижает магический дефенс у босса магическую защиту но для этого ее нужно до максимум прокачать я полностью уверен что она у вас до максимум не прокачана поэтому ее рассматриваем просто как персонажа кто наносит массовый урон и в принципе она со своей ролью отлично справляется сессия многофункциональный персонаж если она у вас прокачана это вообще очень хорошо и что еще отлично она зайдет к крюгеру потому что крюгер это мой любимый персонаж кто ломает физическую защиту босса и именно туда сессия зайдет на ура она и массовый дамаг и контроль и призывает самона кто будет танка тоже танку помогать поэтому берите сессию и соло дамагеров оди мерили и корин что тут надо сказать как я уже в первой части проговорил когда босс призывает своих миньонов он повышает сильно себе либо физическую либо магическую защиту поэтому нужны соло герои у которых есть истинный урон это либо мерилия либо корин и вот именно мерилия и корин они должны иметь эксклюзив чтобы этот истинный урон нормально вносить без эксклюзива они тоже хорошо будут наносить урон но не так как с эксклюзивом оди же в свою очередь даже без эксклюзива сносит достаточно хорошо за счет своего отравления за счет скорости атаки настакивания урона оди отличный персонаж соло цель если он у вас хорошо прокачан повторяюсь ребят смотрите именно на того кто у вас больше дублей в кого залито кто больше по снаряжению прокачать того и берите то есть один dd в соло цель 1 dd массовик потом обязательно я бы советовал всем брать крюгера если крюгера нет берите брутуса но у него добавь чуть послабее чем у крюгера крюгер как мы знаем на 40 процентов может минусовать защиту противника и его добавь работает постоянно то есть он нанес этот добавь и может принципе складываться но повторюсь если он у вас живет до конца то он на себя берет и вторую роль танка то есть не только дебаффер но и танк смоки отлично себя тут показывает можно использовать шакира как бафера в дискорде ребят я выложил это терлист картинкой поэтому если кому-то интересно именно скачать как картинку то заходите к нам дискорд также там идет бурное обсуждение игры и я также буду там выкладывать все мои гайды какие-то интересные новости конкурсы и так далее так что заходите будет интересно вкратце прошлись по основным персонажам если у кого-то есть вопросы ребят приходите на стримы стримы я пытаюсь проводить каждый день или через день по игре поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить уведомления также заходите в дискорд если сложности возникают составлением пачки просто напишите на общий канал игры либо мне в личку я вам помогу по возможности а так ребят желаю всем чтобы вы прошли босса заняли топовое место чтобы вам выпадали только леги ну а мы с вами увидимся либо на стриме либо следующем видео всем пока